Домовой и Кот Домовой и Кот сидели на подоконнике и тихо разговаривали. — Скучно мне как-то! — зевнув и щелкнув зубами, сказал Кот. — Надоело все! — Что тебе надоело-то, котяра? — Да все! Ничего нового не происходит. — Живу тут даже поговорить не с кем. — А я тебе на что? — удивился, Домовой. — Ну, разве что с тобой только. Остальные не понимают меня совсем. Думают, что мне только и нужно, что поесть да поспать. — О, как! Так я тоже так думал. А что, это не правда, что ли? Кот покосился на своего друга и снова принялся смотреть в окно. — Конечно, не правда. Мне много чего хочется. Я тут как в тюрьме. Поел, поспал, пошел по двору погулял, опять поспал. И так день за днем. — Ну, так ты мышей, что ли, лови? Какая польза-то от тебя? — От тебя какая? — возразил Кот. — Люди тебя не видят даже. — Ну и что? — задумчиво протянул Домовой. — Не обязательно на глаза им показываться, чтобы пользу приносить. — А мне и не нужно, чего им приносить. Посижу на руках, помурлыкаю, они и рады. — Вот так-то! — усмехнулся Кот. Домовой замолчал и задумался. Кот махнул хвостом и продолжил. — А давай с тобой поспорим, а? — Неделю поживем. А в конце посчитаем, кого больше раз похвалили, тот и выиграл. Тот, значит, полезнее для людей. — А на что спорить-то будем? — Да хоть на миску молока. — Давай. — Ну давай, что уж там. Домовой улыбнулся сквозь густую бороду и спрыгнул с подоконника. Всю неделю они старались изо всех сил. Ну как старались? Кот особо и не напрягался. А вот Домовой, как мог, пытался угодить своим сожителям. Все игрушки свои вернул владельцам. И сережки, и ключи, и пульт от телевизора прятать перестал. А все не хвалят его и не хвалят. А кот в это время просто не пакостил. И каждый день его хозяйка нахваливала. Вот молодец какой. Перестал по ночам бегать, да на занавесках качаться. Даже мышь одну из подвала принес. Правда, он с ней просто договорился. За кусочек сыра согласилась она, что он ее из подвала вынесет, а потом обратно в зубах занесет. Но хозяйка-то не знала об этом. Поэтому и нахваливала кота, как могла. Неделя уже почти к концу подошла, а Домовой все покоя себе не находил. Сколько я всего хорошего делаю, а ни разу меня и не похвалили. А вдруг и правда я просто бесполезный. Совсем расстроился он. Уже и не знал, как людям угодить. Всю ночь перед окончанием спора ворочался он и думал о том, что проиграет. Не миска молока его расстраивала, а то, что не ценят люди его добрые дела и не благодарят за это. Уже было спать собрался, как услышал он на кухне звуки какие-то странные. Это еще что такое, пробурчал он и пошаркал по коридору. Только лишь протиснулся он в приоткрытую дверь, как и замер на месте. Огонь полыхал над плитой. Кухонная мебель горела и коптила горьким черным дымом. «Пожар! Пожар!» Кричая, спотыкаясь, домовой бросился в спальню к своим домочадцам. Запрыгнув на кровать, он стал всеми способами пытаться их разбудить. Дергал за ноги. Кричал, что есть силы, щекотал и щипал. Но не слышали они его совсем. А может и не умели они его слышать. Или не хотели уметь. Кто его знает? Совсем уже выбился из сил домовой, как вспомнил о коте. Со всех ног бросился он в кладовку, где тот любил спать. «Кот, кот, вставай! Беда у нас дома! Ну, просыпайся же!» «Чего?» — приоткрыв один глаз, недовольно мяукнул кот. «Дай поспать! Ты время видел?» «Да говорю ж! Беда у нас! Просыпайся! Пожар! Горим!» «Ага! Хорошо!» Сквозь сон промямлил кот и перевернулся на другой бок. Через секунду, видимо, осознав слова домового, тот вскочил на ноги. «Как пожар! Где? Кухня горит! Быстрее!» «Так бежим скорее! В комнате форточка открыта! Успеем еще!» «Нельзя нам бежать! Люди сгорят!» «Я их будил, они не слышат меня совсем!» «Помочь им нужно! Слышишь?» «Ну, давай же, соображай скорее!» Уже на бегу кричал домовой. Едкий дым уже заполз в спальню. Вслед за ним туда же ворвались и наши друзья. Кот с разбегу прыгнул на грудь своего хозяина и сразу же укусил его за нос. Затем стал прыгать по нему и царапаться. Хозяин схватился за нос и приподнялся на локте. «Ах ты, гаденыш! Ты зачем?» Он насекся на полусловие и повел носом. «Это что еще? Пожар, что ли?» Быстро разбудив хозяйку, он вскочил с кровати. А на следующий день домовой и кот снова сидели рядом и беседовали. «Ну что, Котофей, проиграл я наш спор. Ни разу меня не похвалили. Видимо и правда от тебя пользы больше. Молоко я тебе позже отдам, ладно?» «Нет, друг, если б не ты, сгорели бы мы все тут. И я, и люди, и дом. Так что этот спор ты и выиграл». С этими словами кот легонько придвинул миску с молоком домовому. «Угощайся!» «Не я, а мы вместе. Я бы без тебя тоже ничего не сделал». «А я без тебя», улыбнулся кот. «А мы без людей», добавил домовой и посмотрел на миску. В этот день два друга поняли, что для того, чтобы совершать добрые дела, необязательно ждать похвалы. Их можно и нужно делать просто так. А еще они поняли, что только вместе со своими друзьями и родными смогут справиться с любой бедой. Огонь тогда потушили довольно быстро. Через некоторое время хозяева сделали ремонт и купили новую мебель. Ничего и не напоминало больше о той ночи. Кота они стали любить еще больше и никогда не забывали налить ему молока, потому что считали его своим спасителем. Только вот стали удивляться тому, что молоко в его миске стало заканчиваться в два раза быстрее. Читал Геннадий Смирнов. Продолжение следует...